Температура в бане должна быть 60-80 градусов. Этого жара достаточно, чтобы обеспечить благоприятные условия. Высокие температуры эффекта не дают, а лишь обжигают кожу. Также не стоит вкладываться в силы удара веником. Человеку в бане должно быть комфортно. Главное, чтобы кожу не обжечь. Если кожу обжигают уже, это уже начинается передожоговое состояние. В принципе, от этого эффекта нет. Некоторые любят, чем больше обжигать, тем лучше. Нормально, когда изнутри прогревается, а кожу не обжигает. Нужно так пропарить, чтобы изнутри все это шло. Для удобства, считает Александр, можно поставить рядом ковшик с прохладной водой. Если человеку вдруг стало тяжело, он может ополоснуть лицо. Дополнительно можно опустить веник в холодную воду и обработать отдельные участки. Если веник эвкалиптовый, можно положить его под голову и вдыхать аромат листьев. Такая ингаляция полезна для дыхательных путей. Также после того, как человека попарили, веники можно постричь. После каждого парения я всегда подстригаю венички, чтобы виц не было. Потому что если пропаришь, когда спина такая исцарапана бывает, некоторые лечатся как мазокисты, выходит, сейчас спина полосатая. Это тоже неправильно. После каждого парения подстригли венички, окунули их в воду, стряхнули и вынесли. В парной тоже оставлять веники не нужно. Потому что они пересыхают и уже эффекта нету хорошего у них. Также после того, как попарились, не следует оставлять веник в ведре. Он намокнет, станет тяжелым, потеряет консистенцию и париться им будет неудобно. Достаточно вынести его из парной и прислонить к стенке.